приветствую вас дорогие друзья в героях войны и денег сейчас мы сходим опять гильдию тактиков вот сегодня слава богу дали мне выходной поэтому можно не заморачиваясь не отвлекаясь на что спокойненько провести сражение надеюсь меня никакая зараза по телефону не отлечет так что у нас 14 человек сегодня у нас пятничный день половина 11 по москве ну у меня уже блин пол третьего дня так что я думаю что бой у нас должен будет состояться все-таки 15 человек смешки пойду я все тем же магом разрушителем и скорее всего это будет наш завершающий бой за мэра то есть потом потому что восьмая у мелко меня на подходе потом я перейду скорее всего на варвара будем варваром крови каким-нибудь или варваром шаманов сражаться гильдии тактиков ну и основные белья лесничие буду качать с очень странно дави что варварами обычными уже никто не играет то есть варвар крови он благополучно сместил варвара классика что достаточно мне кажется обидно то есть просто обычный класс он забытым им уже никто не играет то есть я считаю что со стороны администрации надо что-то делать надо как-то пересматривать класс да и вообще честно говоря даже не очень понимаю зачем они три класса сделали варвару когда у всех остальные допустим по два класса да странные как-то странные мне кажется варвар крови лишний то есть если ты дели бы ты делаешь мага до альтернатива у мага то есть варвар шаман тимушник и просто варвара классика оставляешь а варвар крови как эта херня мне кажется лишнего но это мое чистое мнение просто есть степной варваров поэтому если вам хочется играть от крови ту степной варвар он гораздо лучше в этом плане себя показывает так что у нас еще какие новости то в принципе новостей нету никаких ошибка так у меня все по-старому гильдии качаются крайне медленно связи с тем что игра я очень редко так скажем вот сейчас вообще в гильдию не гильдия в герой войны и денег буквально в день ну гильдия стражи если не получается сделать до каждый день то допустим охотников и наемников ну буквально по два по три бою все и отбой следующий на работу поэтому такой жесткий график и шибко играть никогда гильдии тактиков уже вообще забыл когда был на прошлой неделе снимал вот через четыре минуты начнет собой я думаю что нас пустит тут хорошие вин кстати был на днях вот сегодня как раз таки награждение произведено контрабандисты называется почему хороший потому что во первых это ивент конечно ивент это всегда весело но самое это главное для тех кто качает своего персонажа до делать упор на прокачку за этот ивент дают очки давали очки гильдии то есть очки гильдии воров давал давались либо же очки гильдии рейнджеров то есть у кого что на кайп прокачано то и давали вот и я считаю вот если бы я конечно не был так занят я бы походил в этот ивент покачал бы гильдию воров тем самым ну и весьма неплохие сапожки нам здесь показали но сейчас вообще оглядываясь назад и видео составные части данного сета имперского я наверное начинаю уже жалеть что не ходил в ивенты не собирал эти запчасти вы посмотрите что дает дают и ботинки 15 процентов защиту инициативы к владельцу то есть героев ну магом вообще считаю прикольно сражаться да то есть плюс еще единичка знания добавляется то есть для мага это охрененная штука питая защиты от магии 8 процентов ближнего боя урон это охрененные сапоги я вам скажу охрененные но единственно конечно что они не артефакт из магазина это будет применяться либо в кб о крав без ограничений боях либо же где искатели там я не знаю охота кто как конечно извращается потому что в охоту но охота я вам скажу настолько заданной становится что там уже не мудрено использовать меня этот сет у меня вот еще девятой гильдии охотников нету а уже я уже не могу играть в обычном сети в обычных артефактах уже зверобой не все тянет вот в чем прикол а конечно если целенаправленно кончать гильдию охотников и при этом не прокачивать фракцию а допустим взять темного эльфа да то можно фуриями в минуа пытаться затаскивать крутые бои да вот это вот я бы это был я фуриями уже затащил наверное эти вы возможно тоже но вот этих вот сейчас если я пойду в минуа они мне размажут шаманки при это плюс еще если они но они еще медлит твои войска да и свои ускоряют то есть это начинаешь ходить крайне медленно поэтому я сейчас наверно даже их пропущу не знаю посмотрим что у нас тут наемниках а не могу посмотреть до в заявке на бой вот так медленно качается ты гильдии думаю до десятки доведу наемников да блин до девятки охотников и уровня до 18 19 возможно забуду про них про эти гильдии потому что неимоверно блин долгие туге надо будет воров под подкачивать и естественно тактиков 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 вообще да на моем уровне на 16 многих уже 4 3 внутри 4 средний вот есть конечно отдельные фанаты которые играют у которых уже там 6 и ребята тоже веселые вот денег катастрофически не хватает на все про все то есть гильдии рабочих хоть она и мне десятого уровня но блин все равно на сет зверобой очень много денег уходит на починку еще вот этих всех предметов приходится иногда просто сидеть парочку дней когда тыркать что подкопить золото на нужный артефакт и сейчас вот такое положение ну ладно в принципе осталось одна минута сказать пока больше нечего если что извините за хрипотцу вчера блин играли в футбол я футбол не играл на около восьми лет и дыхалка просто не к черту к стала я даже не курю не пью и но жестяко да много пробежишь долго в лига и что мне почему-то хрипота начинает вылазить как будто мокрота какая-то хер с этим всем думаю что это немногим интересно так ну что думаю ставить на паузу не стоит ну давайте поставлю уже посмотрим что там будет так бой начинается два на два сражения давайте сейчас попробуем оценить противника оценить себя у нас 14 уровня гном смотрим быстренько его гном у нас атаки прикрывать его не надо 11 мелко в принципе вкачаны в принципе вкачаны поэтому давайте быстренько смотреть что напротив него стоит маг маг атакер он даже не то чтобы атаки ром природник до откид осиным роем собственно говоря я понял ты у нас некромант шадал тихий знаю шадла тихого но встречались уже пару раз хороший некромант может быть трудно против него хотя 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 под прожеком можно будет что-то с ним сообразить 6135 кого-то у него не хватает удача у него удача поэтому может нам прийтись туго ладно здесь в принципе под гнома расставляться не нужно ай твою мать под гнома расставляться вовсе не надо то есть гном там с на своем фланге в принципе сможет что-то сделать давайте вот так поделим так карлик ты же у нас ну да ты не хаосит вообще интересно и надо так посмотреть в такое непопулярное скажем время в утреннее время ходит самый разный народ самыми разными интересными билдами я даже не знаю как выставиться на подогади ты ее птич так ну это ты для ответочки да она пойдет я как всегда последний выставляясь народная на просто жмёт автор остановку и и все и не парится так что тут у нас происходит мы конечно же 1 шадал тихий до шадал тихий 3 урона конечно не о чем на я не посмотрел у него умелку давайте посмотрим возможно первого имеет смысл торкнуть торкнуть кого мага то есть навалиться на мага почему бы и нет а нпс а пока я не знаю ставить в сторонке то есть на него пока не наваливаться я хотел что посмотреть давайте анти посмотрим на мага у него на мага у него 6 анти и при всем при этом него 12 некроманская то есть будет поднимать он хорошо да значит что можно сделать на мага но он будет летать а гном мне здесь разве помощник смотрите личи мы сейчас все равно не убиваем верно ну так и что у меня за рашет он меня за рашет 41 40 и на мои 38 защиты ну с удачей да и боже но у меня тоже конечно с удачей меня давайте начнем с мага наверное отлично ну уроны слушайте вообще какие-то кривые но у меня потому что урона нет я стремно воюю так горгуль я то есть он увидит что я перейду на него горгуль и он полетит соответственно куда вниз чтобы ее спасти верно чтобы спасти горгуль так ну-ка денечку оставил к сожалению так вампир значит никому не угрожает вампир не угрожает пока вы ожидаем так я медведя запер вот клетка ошибся под она хотел стать вот сюда хотел стать просто клетку провтыкал и все блин вот бывает же такое а кстати если бы я чуть ниже стал а я бы встал под вампира да а кстати если он берсу уберет он должен будет пробежаться протиснуться вот так вот здесь есть место да то есть я его не совсем заблокировал тем самым я ушел от вампира который с удачей при при голубит меня неплохо до медведей распаковал то есть если что под энергию он полетит пусть билтон это на ну-то на у него до таны с бы я влетят и причем никто угрожать им не будет вампиром он может закрыться вампиром он сможет закрыться этот гада сейчас будет скорее всего бафа нет у меня порушил блин баски бляски баф я извиняюсь конечно руши тогда ну джинов дебафы все такие гадские особенно мерзко когда те научников на стрелковую насылает забывку просто тютелька в тютельку я не знаю сколько джинного джиновка снимает защиты знаю что у него этот забывка вам 55 процентов кидает тоже что неприятно ну чё стандартная схема нпс а это что у нас подталкивание да да потом он подтолкнет и он уже считайте вышел на меня надо горголью чпокнуть и все тут в принципе можно быстренько разобрать мага и вдвоем заняться некромантом раз-два-три не не встал ну там должен сбоя полететь он сидит стал под него и умер ты я надеюсь он сообразит да да мы по горгулем пройдется одежда и удачи ты брат ну блин на четыре удара одна удача это при трех удачах блин могло бы лучше быть могло бы получиться лучше а в чем сути мэра вот у меня атаки 42 даже с удачей я буду бить и очень не очень сильно то есть вы сами видели как я грели на гремли нам выстрелил по магам слабовато поэтому мэр бьет только под прожигом должен быть только под прожигом с поджину можете лупить ну да так тут своих задеваю ну надо стрелять так чтобы задевал побольше народу чтобы задевал побольше да здесь то нам и задел неудобно конечно 31 защита боевой мак и мы кстати у него да не мэра смысле маг боевой бырба макда после забыл как называется то есть он-то как бы сука воевать то тоже будет неплохо медведя запер да все такие умные охренеть просто новым слава богу над а нет не защитил не на того навел сейчас горгулей вполне может ударить по моему вот больше уже идут и уничтожают моих джиннов то есть горгулей снимают ответ больше бьют неплохо а джинны как известно это сила мэра то есть джиннов выключают дальше уже воевать практически неким чем он докопался до этой херни до берсерка до его снял бы ответ да на очень сука на тебе за это 13 снес падла хорошо что удачу не посетила конечно удобно сейчас бы хотелось бы вот так вот им брымс но только натиск надо жать ну чест подгонит вампиров получается и вампиры здесь уже просто за кошмарит всех подряд от некроманта у меня к сожалению анти нету но от мага колечко вот это хорошо это во время реально кстати еще и двойная колечко на сколько ходов получается на 1 идея да то есть он просто до меня не доходит это отлично джин у нас когда идет но джин 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 скоро идет кстати говоря я успею еще прожечь какую-нибудь мерзость например раз два и три вот эту вот троицу хорошо прожился то есть здесь будет нормально если я сейчас сделаю натиск сделаю прожиг где-то там моя ракшин должна будет недалеко пойти то есть дальше наша полосочка идет всех пораженных мы выносим тут бы вампира конечно прожечь но поскольку он сейчас покалечен его трогать пока не имеет смысла есть были приоритетные цели стреляя наверное по личам кстати вот хорошо что одного лича вынес ну это такое себе действие давайте посмотрим где мы будем будем-то мы далеко ой-ой-ой я вот опасаюсь что мы до до натиска будем в жопе ну да не походим в этот раунд сейчас будут отбросы роем отбросят джина конечно поскольку он самый ублюдский реальная силы представляет из себя а вообще нагородили какой-то ерунды но гном очень сильно гном как класс он очень силен он реально бешеный боец 4 но урона конечно его 41 36 не ну хорошо нормально стопорнул его это да это беда троих потерял равностат да это тоже неплохо да конечно конечно же будет джин страдать у нас и джин уже не сходит а может конечно сходит еще но у нас ракши быстрее пойдет чем джин ну не знаю пока неким снимать ответ ничего не за что то сейчас что делаем ну понятно прожигаем вот эту вот херню большая так а неудобно неудачно я сейчас задену себя очень сильно джин у меня здесь мешает вот в чем прикол то есть я его и пожгу на одну цель мне жечь не с руки вообще и у нее сейчас может еще удача свергнуть ну давайте баньшу жечь то что сейчас она мне надо чтобы она с ответки ушла ну не с ответки но вообще чтобы она сдохла нахер я бы на нее встал понятно что здесь блин приоритета тоже хороший вот это вот место дело все горгуль и быстренько спилить пиздец джинов уже не оставил падла смотри какая жопа как стою ну давай атакуй я просто не хочу угол этот открывать пока ну нафиг его тут на доличие будет спеть попробовать давай атакуй не ссы тебя там воскрешение есть еще у меня джин просто нихера сука не сделала за раунд но вообще забо нихера не сделал вы просто вынесли всего нормально так тут конечно по нему бы пострелять и попробуем может удачи сверху нет нет удачи не сверкнула а вот здесь уже на прямой личи надо добить так знаешь что самое херовое семеркой чтоб на банше встал семеркой стать на банше может встанет ладно не буду подсказывать ему допрет ладно ожидаем вот и джин да и там жопа была бы конечно хотя в можно было бы пожертвовать по идее он все равно у меня уже ничего не сделает блять чё ты сделал колоссов убил банше надо закрыть неужели не догнал кем банше сейчас закрывать джином да нам вот с этой клетки можно там стать и закрыть шала вот а блин и подставится под все что можно да ну как бы по привидениям то наверно при одететь не ударить будет сука еще и промазал на так короче говоря я могу если что джина поставить сюда потому что лично он сейчас подымет иначе нахер а хотя нет я сейчас его магом снесу ну там герой пойдет блин я вот кстати могу сюда выйти встать пока тапов сделаю к сожалению блин да 2 так ну как то вот так да тогда ну все и когда джин сдохнет по идее клеточка закроется один всего ахереть один ни о чем ни о чем может ловушку на него поставить ну это надо угадать да ну нафиг ни о чем уронов вообще нету два да ладно давайте ну еще нормально тяг терпим есть что здесь сделать снять ответ да ну нахер да он не прожженный ягод говорю пока мы не пожгем мы не бойцы принципе бойцы слабоватый урон когда ты прожигаешь тогда мр 10 сейчас он будет бить с удачей с удачей конечно вот я с удачей попал неплохо вот если по-моему был прожженный я бы уже убил его кстати говоря так мы сейчас они распинают моего этого тут еще сейчас привидение суки воткнуться мне уже три удачи а 2 ну удачи в принципе не давно не было жалко мне моих ракшен мне сейчас моя основная сила надзор ты кого оглушать собрался а нет не оглушать у красть красть баф карающий удар забрал охереть он его пнул джин звезда джин жопа 3 нормально сейчас заколупают него сколько троих уничтожит но с удачей не знаю сколько двоих ну почти угадал 1 2 1 2 3 5 на огонь дракона бы пожечь блин я хожу в жопе я вот чё говорил надо было мне сапоги эти одевать долбаные я забыл про них совсем чернокнижника потому что хожу и так бы я ходил впереди и все бы менялось по идее расположение надо напомнить напомнить как-то сильно помяку будет воткнуть что ли чтобы я бы я на кого а но на ну да 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 так и с удачей хорошо ну по идее надо бить не стоять же я его по привидению попали да рой начался так жгем дракона получается и стреляем ему в морду до при этом можно что сделать стать вот сюда перед драконом чтобы он нас не задел здесь титан этого кроет до колосса здесь чтобы дракон не колокнул мне этого гремлина не перекрыл лично с берсом принципе маг почти устранено останется только нпс и тут я сейчас его прожигаю до в упор нахер расстреливаю по идее колечко очень кстати пришла хотя нет смотрите не получится сейчас он его подымет или вампиры на толкнул все таки а вот он толкнет короче толкнул он у нас на вампиров толкнул вампир уничтожая сейчас либо магов либо ракшу я делаю вот так теперь можно стрелять а вампир ну да он пока не доходит ну ракшу наверно убьет хотя магов возможно тут ему выбор есть хороший на ракшу ударил двоих давай-ка с удачей их жаль не с удачей а я ударю здесь тебя братан я под обороной кстати говоря так вот решил снять вот сучонок с удачей на решил ну не нормально колоссами а троих драконов снес так сейчас бы конечно убить их нахер но не получится да а может и получится ну-ка нет не были но чуть-чуть а вот смотрите делаем вот так получается дракон умирает если джин доживает то он встает на дракона здесь стоит ракша где гаргуле вот если она сейчас налетит на дракона то они еще нет 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 все ну и отлично я отхожу сюда на дракона тогда все ну ладно все включили авто я в принципе согласен весь войск у нас еще много у них никого нету поднять им уже некого вот так первая единственная помета за мага разрушителя в гильдии тактиков ну учитывая что вам только три раза ходил в гт за мр а за классического мага но я не знаю тоже наверно интересно но с маленького мелкой классический максим не очень будет показывать также насколько я знаю все жиждится на артефактах нами никогда то есть там чем выше у тебя у мелко тем выше параметр дают эти мини артефакты то есть горголет там хороший такой знатный вот такие дела с маленького мелкой классик ну не очень люди как ладно в принципе здесь шансов у них нету преимущество очевидно мясо у нас еще много дома еще руна резалка помню использовалась ты если что даже так вот и тем более что они на авто вышли ладно друзья большое спасибо что смотрели видео если понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал в принципе я доволен но когда выиграешь конечно всегда доволен вот раз на раз не приходится как я уже говорил здесь то есть изначально когда мы еще начали драться я в принципе его что на шансы есть неплохие сражаться против этих а вот когда вот те бои я снимал я сразу это тоже предугадываю что штанцев так как то и маловато а здесь да вот я говорю гном заво на вашей стороне в принципе все пол дела сделано просто играйте по ходу пьесы придумываете провизируйте гном он самостоятельная боевая единица его в принципе не закрывать не надо и как-то саппортить ну саппортить под него конечно стоит если бы он был допустим 16 ах то сука нихера себе 10 10 отъел это вот дурать дурачь его просто надо сказать да так вот разбежались сейчас нас еще и замочат здесь молния конечно да ты молодец компьютер так хорошо сюда шла эта херня до так и продуть можно тут вампиры и привидения они угрозу то нормальную представляют из себя как бы медведи еще принципе есть то прожимал бы авто уже ё-моё а компьютер бы уже посчитал что мы выиграли не считаю хера себе десятку снял на кулак голове на тебе опять покалечить вампира короче говоря а гремлины мои уже не выстрелили а я тут еще и сдохну счастлива твою мать промах с удачей промах это так пакостно и мерзко просто жопа колечки не было да слушайте но вообще-то серьезно серьезно как это все вот и все блять полтинника нету два удачи у гнезья вампиров ну и бей по ним бей с диагональки откинешь может сюда их да ну вот комп конечно от бога ходит молниями своими обоссанными комп не понимает что делать в принципе но они не доберутся до моего джина так решил да то есть молниями я все равно отстреляюсь если он хотя бы будет молниями бить по привидению но должен по ним бить ладно все таки я думаю что здесь мы затащим как-никак джин вроде улетел ком догадался его убрать и не подсовывать никуда поэтому поэтому все наверное на этом спасибо друзья что смотрите ставьте лайки на канал подписывайтесь комментируйте вот и не нажимайте раньше времени автобой там когда еще даже комп работ уже играющий за соперником может наворотить делов и в итоге вы просветили но сейчас он возьмет и поднимет вампира да или дракона я вообще всех просто раскрыл то есть этот убежал туда это туда участвуйте оп лича подняла лич а лич лич конечно сразу же отплыл молния предназначалась по-любому для приведения не как для вампира ладно здесь приведение не перебьет уже никого ком будет постоянно поднимать личей только если шарл не вернется за пульт управления да даже если вернется нихера не сделать все друзья спасибо что смотрели всем пока ждите следующих серий